Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш замечательный курс по ивриту торы и молитв. Вчера мы прочитали главу под названием «Кит-ТЦ», что значит «Когда выйдешь». В прошлом году я из этой книги, из этой главы взял буквально несколько стихов, которые мне показались интересны и которые важны именно потому, что выделены самим текстом. В этом году я подговорил вам два параграфа, 23-й, вот мы видим его на экране, да? Так, что такое, что-то не записалось заново? Нет, все нормально. Все нормально, понятно. Продолжаем, да? Так, ну, мы не успеем, конечно, до конца, но попробуем. Натан, немножко увеличь, наверное, текст. Это вам два параграфа, 23-й, вот мы видим его на экране, да? Так, что такое не записалось заново? Нет, все нормально. Нет, все нормально. Все нормально, понятно. Так, ну, мы не успеем, конечно, до конца, но попробуем. Натан, немножко увеличь, наверное, текст. Я увеличил. Правильно делать это каждому у себя, потому что разные экраны у народа. Так, это какая-то запись пошла. Все хорошо. Продолжаем. Так, хорошо. Значит, тут довольно много новых слов, но вот уже сделавши работу, я обнаружил, что тема получается такая достаточно скользкая. Но мы с вами увидим. Тем не менее, это Тора, и нам, в общем-то, нечего стесняться. Лотир-э. Тир-э. Не будет увиден. Не увидишь. Эт шор-ахиха. Шор – это бык. Ах – это брат. Не перепутайте. Быка – брата твоего. Ну, иногда шор переводят как вол, но, по сути, это, конечно, бык. Так, собственно, по известным законам. О-эт-се-йо. Вот интересное это слово, которое можно не узнать особенно устно. Это слово сэ. Сэ – это овца. Сэ-йо, соответственно, это его овца. Ни-да-хим. Ни-да-хим в данном случае значит заблудившаяся. Это же слово. И выражение, например, ир-а-ни-да-ха, иногда ир-а-ни-де-хэд, означает отверженный город. Закон об этом мы не так давно прочитали в Торе. Итак, не увидишь ты домашний скот. Кого? Брата твоего. Да, ве-ги-та-лам-та-ме-гэм. И ты буквально отстранился от этого. То есть, если тебе предстоит, довелось увидеть заблудившегося быка или заблудившуюся овцу, ты не должен делать вид, что тебя это не касается. А что же? Га-шев-та-ши-вэм. Ле-га-шив – это вернуть. Корень использован здесь дважды, чтобы подчеркнуть важность. Ле-а-хиха. Брату твоему. Домашний скот, да, он иногда находит дорогу домой, иногда нет. Если, скажем, тот же бык или корова ушли далеко, он может не найти дорогу домой. Да, обычно, значит, либо нанимают пастуха, чтобы он пас стадо всех жителей этого места, либо сам хозяин это пасет. Но если ты видишь, что такое произошло, вот заповедь, которая нам дается. Ве-им-ло-коров ахиха-элеха. Коров в данном случае близко. Если не близок твой брат к тебе, то есть живет он далеко. Ве-ло-я-да-то, и не знаешь ты его. То есть ты не знаешь, чья это, собственно, овца, да. Что же тогда? Ве-асаф-то. Ты подберешь буквально его. Слово асаф – это собирать, да. Осеф – собрание, коллекция. Эль-тох-бей-теха. Вовнутрь дома твоего. То есть ты возьмешь скот в свой дом. Ве-га-я-им-ха. И будет с тобой ад-де-ро-ш-ахиха. До того, как потребует твой брат. И ото его. Ну, здесь в первую очередь речь говорит, идет событие. Идет событие. Ве-га-ше-вот-то-ло. И возвернешь ты ему его. Ну, понятное дело, что ты должен известить каким-то образом, дать объявление, что вот найден такой бык. Вот. Значит, хозяин может получить там-то и там-то. Этот закон достаточно подробно рассматривается в Талмуде, как, в общем-то, и все остальные. Что, к примеру, если ты взял, если ты нашел чужих кур, ты должен заботиться о них, как заботился бы о них их хозяин. И, соответственно, что делать с теми яйцами, цыплятами первого поколения, второго поколения, если они у тебя долго, то всех последующих поколений, да? Можешь ли ты их оставить себе и отдать только непосредственно кур? Или стоимость этих кур? Или стоимость всего, что мог бы получить хозяин, а получил в результате ты? Но мы с вами смотрим на прямой текст. И также делай ла хаморо ослу его, то есть ослом его. Ве хэнта асе ла симлато. Симла – это одежда. В современном, в мире, это скорее платье. Вот. Но здесь имеется в виду любая одежда. Ве хэнта асе ле холь а ведат ахиха. И так же ты будешь делать с любой потерей твоего брата. А вед через а лев, да, это значит что-то потерять, что-то пропало. Я был удивлен впервые, увидев Израиль, буквально вот в первые дни приезда, значит, объявление, на котором было написано «ха шаббат а веда». Я не обратил внимания, что слово писать через а лев, а не через айн, и подумал, что это что-то про то, что кто-то в субботу собирается работать или предлагает свои работы. Конечно же, корень а вед через айн означает работать, а через а лев – это пропажа. И не «ха шаббат», а «ха шаббат» – «возвращение». Так называется заповедь, о которой мы сейчас с вами читаем. Где еще вот этот корень а лев в бет далет встречается нам, может быть, кто-то скажет. Предоставляю микрофон. Арами Авед Ави. Это как раз мы будем читать через неделю, да? Арамеец уничтожал отца моего. Этот отрывок из следующей недели главы является основной частью пасхальной Агады в Песах. Мы его прочитываем так. Ашер Товад Мемену, который потеряется у него, буквально от него, и нашел ты ее. И не можешь ты от этого абстрагироваться. То есть ты не можешь сказать, ну, кто-то что-то потерял, причем тут я. Пусть кто-то другой, да, позаботится о том, чтобы эту вещь вернуть хозяину. Нет, нет. Ты должен написать объявление «шаббат» Аведа. Так? И если ты можешь убедиться, что обратился к тебе действительно человек, потерявший именно эту вещь, а не просто какой-то мелкий проходимец, а как это делается, по так называемым симониммам. Точное место, точное описание предмета и так далее. Так? Вот. Ты должен ему вернуть. Далее. Далет. Не должен ты видеть хамор, это осел, брата твоего или его быка, но флим бадерех, упавшими в дороге в гиталамта, и австрагировался мегем от них. А кем таким имом? Ты обязан поднять с ним. Вот здесь мне кажется, нужно объяснение, ибо суть этого закона не очень понятна современному человеку. Дело в том, что, например, осел может нести поклажу, которую поднимают четыре человека. Но если осел спотыкается и падает, его нужно развьючить, то есть снять тюки с его спины. А тюки обычно завязаны в узлы, да? Так что один узел свешивается с правого бока, другой с левого бока этого осла, да? Соответственно, это надо поднять, да? Затем помочь ослу встать, снова приподнять и навесить. Если в пункте отправления четыре человека это сделали, а в пункте прибытия четыре человека помогают развьючить осла и получают этот груз, то по дороге у осла есть только один погонщик. Иногда этот погонщик ведет несколько ослов. Поэтому очень важно, да, чтобы помощь ему была предоставлена. Я думаю, что аналогом современным этому может быть что? Кто мне скажет? Ну, очень похожая ситуация. Заглох автомобиль, сел аккумулятор. Без помощи постороннего человека, да, автомобиль не сдвинуть. Или его надо зарядить от чужого аккумулятора, или подтолкнуть. Вот такая история. Мне кажется, тут параллель достаточно явная. Так? И интересно, что вот это вот «акем» ты должен поднять. После этого написано «имо» с ним, то есть с хозяином. Это значит, что ты должен помочь хозяину, но если хозяин сидит и на основании этой митцвы, этой заповеди требует развьючь моего ишака, да, допустим, ты не один, вас четверо, да, но он при этом продолжает сидеть на солнышке, да, то ты не обязан это делать, потому что ты можешь ему сказать, написано «имо» вместе с тобою, да. Но не может требовать человек, не может, он может попросить помочь ему, то есть сделать что-то вместе с ним, но не имеет права просить сделать что-то вместо него. Естественно, речь не идет о человеке пожилом или, допустим, инвалиде. Постук «кэй». Ло-е-е-кэ-ли, хэ-ли, точнее, гэ-вер-аль-иша. Кэ-ли – это инструмент или сосуд. Но в данном случае имеется в виду одежда. Не будет одежды мужской женщине. Вэ-л-о-е-л-баш-э-гэ-вер-сим-лат-иша. И не наденет мужчина одежды женской. Ки-то-ават-ашем эл-океха. Потому что мерзость Всевышнему Богу Твоему, коль-о-се-э-ла всякий, делающий это. Есть попытки объяснить этот запрет как даже не трансвестит и не трансгендер, а как то, что мужчина, переодевшись в женское платье, проникает в помещение, где не могут находиться мужчины с определенной целью. Но в любом случае Аллаха такова, что одежду, считающуюся мужской, не должна носить женщина. И, соответственно, наоборот. Любопытный вопрос возникает. А, например, еврей Шапландский. Может ли носить килт, который, собственно, не что иное, как мужская юбка? И, вроде бы, ответ – да, может. Наверное, в бане не может. Где? В бане, я думаю, в бане. В бане? Ну, если что, его забанят. Ну, если да, там его забанят, это правильно. Да, само собой. Да, нет, я имею в виду именно… Понимаешь, вот буквально недавно попадалась мне фотография ортодоксальной еврейской свадьбы именно в Шотландии, где жених и его отец были в традиционной шотландской одежде. С килтом. Там это считается мужской одеждой, что делать. Значит, относительно… Зачем им нужна традиционная шотландская одежда? Я не очень понимаю. Когда они могут надеть традиционную еврейскую одежду? Не знаю. Да, типа. Да, пожалуй. Да. Люди, которые делают свадьбу в России, не обязательно, что они в косоворотке были, там в сапогах. С баяном. Понимаешь, с баяном и все. С лайкой. С медведем нацепить. С медведем, да. Можно как бы и без этого. Тов, ну, хорошо, отступление в юридическом. Впрочем, если кто-то захочет жениться в… Как называется эта традиционная украинская одежда? Рашид, да я, Боже мой, вылетела из головы. У меня тоже вылетела… Да, 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 да. Ребята, давайте. Можете обратиться. Да, могу достать. Вау. Коль и каре… Извините. Ки и каре кан ципор лефанеха. Прежде всего, кан – это гнездо. Гнездо птицы пред тобой. Вот этого слова «ире» совершенно непонятно почему. Если бы я не видел это в тексте Торы, я бы решил, что здесь должна быть буква «гей», а не «алеф». То есть, если случится, если будет такой случай, что увидишь ты гнездо птицы пред тобою, но буква «алеф» в корне «куф» «ареш» «алеф» вообще-то означает «звать», «призывать», «читать», «вызывать», «называть». Мне трудно это объяснить. Переводы дают именно так вот, если встретиться тебе или что-то в этом роде. Итак, бадерех, бехоль-эц, по дороге, на каком-либо дереве, о, аль-га-арец, или на земле. Некоторые птицы вьют гнездо на земле. Аллахал говорит, что речь идет о кошерной птице. Эфрохим, эфрох – это птенец, а также цыпленок. О, вейцим, или яйца. Ве, а, эм, ровецит, аль-га-эфрохим. И мать буквально насиживает, но слово это означает, посмотрите, в словаре. Ну, буквально заботиться. О, аль-га-бейцим, или на яйцах. Ло-ти-ка-ха, эм, аль-га-баним. Не бери мать на детях, на сыновьях буквально. Вот это выражение, эм, аль-га-баним, да, это намек вот на рассматриваемую заповедь, которая, в общем, все согласны, работает на предотвращение жестокости, да. Тем не менее, тем не менее, написано так. Шлах-те-шалах, шалеях-те-шалах, это эм, ты должен отослать, отогнать мать. Ве-эт-га-баним, тиках-лах, а сыновей, то есть, сынцов, возьми себе, лэман-йитав-лах, чтобы было хорошо тебе, и тав, от слова, тов. Ве-га-а-рах-та-ямим, и удлинил ты твои дни. Да, то есть, это одна из двух заповедей, в которых указана награда, а именно долголетие. Вторая – это что? Почитание отца и матери. Хорошо, современный человек не поймет, зачем ему брать сенцов или яйца. Если ему захочется омлет, пожалуйста, в магазине продают крупные куриные яйца, и, в общем-то, недорого. Но в те времена, наверное, это было актуально. Вот вопрос, что сейчас делать человеку, которому вовсе это не нужно. Я знаю, что эта заповедь и в те времена была достаточно редкая. И поскольку Всевышний обещает долголетие, то считается хорошим знаком исполнить эту заповедь. Заповедь гласит, что ты можешь взять яйца, либо ты можешь взять птицу в свое хозяйство, но ты не должен брать все вместе. Правда, вроде бы, я не гарантирую, потому что давно я уже это читал, что если ты прогнал мать, она вернулась, ты можешь взять и мать, чтобы она насиживала яйца, но уже в твоем хозяйстве, и, например, добавить их в свое голубяки. Для человека, которому не нужны птица и яйца, которые не собираются, в общем, как-то ими воспользоваться, может показаться, что меньшим проявлением жестокости будет оставить все, как есть. Не знаю, мы читаем текст. Я когда-то слышал такую вещь, объясняю, она мне очень понравилась, в том, что написано где-то в Талмуде, вообще не хорошо так говорить, я, к сожалению, действительно не помню, где. Здесь написано, в каком-то трактате написана такая штука, потому что неправильность человек будет говорить. Вот какой у нас, боженька, он добрый, он даже сказал это, да, то есть… Это очень добрый ход, да. Да-да-да, даже в таких вещах, которые казались бы так приятные вообще, но вот какие, какое благородство, милосердие и все прочее, во всем этом есть смысл, который как бы сплит от нас, обычных, необычных, а вообще людей. Поэтому неправильно человек будет говорить, вот какой, видите, какой у нас добрый, вот птенцы пожалел вообще, говоря, вместе нельзя брать, так что тут… Алькан-цепор что-то такое, Рахамейха, да. Да-да-да, правильно-правильно-правильно. Алькан-цепор, да, вот до, вообще до гнезда с этими, с историей с птенцами распространяется его милосердие, Рахамейха, правильно, сто процентов. Ты не должен понимать, что ты полностью охватил запас. Да-да-да-да-да-да-да, потому что иначе можно параллельно сказать, здесь милосердно, а здесь смотри вообще, что происходит. Да, к сожалению, к сожалению, да, человек недостаточно подкованный может решить, что он понимает все. Хорошо. Следующая заповедь, следующий послок. Когда ты построишь новый дом. Ва-асита-ма-аке, слово ма-аке, значит агарада-парапет. Ле-га-ге-ха. Гаг – это крыша. На крыше твоей я выписал несколько выражений из товаря, вот, со словом крыша. Это может быть и переносное значение, например, учреждение, объединяющее другие организации. Или ада-га-гаг в высшей степени. Так, значит, я знаю название мюзикла «Скрипач на крыше» как на иврите, а канар-ал-хагаг, так и на идише. А фидлер, а фандах. Так, что же, для чего же это? Когда упадет, падающий с него, имеется в виду с крыши. Напомню вам, что дом стандартный во времена, ну, даже Мишны, был одноэтажным, с плоской крышей. На крыше проходила жизнь достаточно активная. Там сушили лен, там выполняли какие-то домашние работы. Вот, там в вечерние часы дышали воздухом, ибо в городе особо не погуляешь из-за тесноты, а городские врата уже закрыты. Вот, а, соответственно, была нужна вот такая ограда. Далее. Тет. Ло-ти-зра-кар-меха. Тизра от слова зэра, это семя, семена. Не засевай, слово керен означает виноградник. Виноградник твой кила-им. Кила-а-им. Вот это слово, интересное объяснение, посмотрите, в словаре, дает санчина. Вот, но словарь сам не показывает, по крайней мере, я говорю про словарь, вот, общеупотребимый, или, который я всем рекомендую, он не дает слово кила-им в общее. Кила-им – это общее название нескольких законов, которые запрещают смешивать то, что Всевышним в природе разделено. К примеру, молочное и мясное. И еще один закон мы увидим дальше. Здесь словом кила-им непосредственно обозначены смесь семян. И тоже достаточно подробно Талмуд рассматривает, что и как, что именно нельзя. Значит, в винограднике запрещено, например, сеять, как это называется, злаки. И, да, хотя это было, в общем-то, общепринято у окружающих народов, ибо виноград поднимается и пускает побеги на высоте головы человека, и даже выше. А злаки, они растут внизу. Казалось бы, что чему мешают. Но тот, кто устроил этот мир, наверное, лучше знает, как этот мир должен работать. Пен-тик-даш, так, чтобы не посветил, да, га-м-ле-а, га-зэ-ра, а-шер-ти-з-ра, так, чтобы не осветилось, но слово тик-даш буквально означает отделять, да, у-т-ву-ат-га-кар-эм, и урожай винограда, да, чтобы они не осветились, чтобы они не были отделены. В любом случае, нам это запрещено. По какой причине? Это уже более сложный вопрос к изучению иврита, пока не относящийся. Так. Ло-та-харош бе-шор у-вахамор яхдав. Ла-харош – это значит пахать, да, то есть шор и хамор – это бык и осел. Нельзя впрягать их вместе в плуг. Обычное объяснение таково, что шор, он гораздо сильнее бык, поэтому осел, глядя на быка, будет выбиваться из сил, а бык будет недоволен ослом, что он мало помогает. Ну, вот, казалось бы, достаточно этого объяснения, да? Казалось бы, какая-то логика уже уловлена, и вот, например, мне как человеку сугубо логистичному, да, мне казалось бы, да, Анна, я обратил внимание, к сожалению, я вот что-то мог и упустить. Смотрите, я сейчас не буду отвлекаться, а полностью словарь мы можем найти в нашей группе в Телеграм. Вот, большая часть все-таки у меня тут, я надеюсь, появилась, да? Спасибо. Так, продолжаем. Значит, тем не менее, не так давно я услышал интересное вот такое объяснение, по-моему, такое по натуре чисто хасидское. Дело в том, что, как мы знаем, бык – это жвачное животное. Что это значит? Он постоянно что-то жует. Осел – животное нежвачное, поэтому не кошерное. И вот бык, глядя на, извините, осел, глядя на быка, может подумать, наверное, хозяева подкармливают быка, а мне они еды не дают. И может сильно обидеться. Какой мы из этого делаем вывод, да? Если ты пусть даже справедливо выделяешь кого-то, ну, например, учитель из учеников класса, так, то это не должно быть на виду у всех. Вот такие, в частности, выводы. Но, тем не менее, они не отрицают прямого смысла написанного заповедя. Ну, от слова «яхдав», от слова «яхад» вместе, «яхдав» вместе они. «Цемер» – это шерсть. «Пиштим» или «пиштан» – это лен. Так, «яхдав» вместе, вместе они. Так, Натан, подвинь, пожалуйста, текст, потому что у меня он уже заходит за рамку. Обратите внимание на слово «шатнес». Слово «шатнес» вот как раз словарь «такеда» переводит как некое смешение. Хотя словарь указывает, что в первую очередь это материя из смеси льна и шерсти, запрещенная законом иудаизма, но также указывает, что используется это слово в значении смесь-мешанина, сочетания неподходящих элементов. Эклектика, грубо говоря. Есть еще одно интересное использование слова «шатнес». Может быть, кто-то слышал? Нет? Никто не догадался? Посмотрите на буквы этого слова «шатнес». Если бы мы читали Торо по свитку, мы бы обратили внимание на то, что каждая из этих букв «шин», «аин», «тэт», «нун», «зайн». Имея так называемый «таг» – коронку. Коронки, которые рисуются на некоторых буквах. Кроме вот этих, еще на буквах «гимел» и «цади», «шатнес», «гец». Это правило у переписчиков Торы, что вот эти вот буквы обладают коронками. Вот такой интересный казус получается. Так, где мы с тобой? Где мы с вами? Сейчас что-то мне не видно, наоборот, наверху. Сейчас, минуточку, может быть, вот так будет лучше. Вот так, да? Так. Ага, вот это было. Юдбет. Гдилим. Гдилим переводится как буквально «кисти», но понятно, что корень здесь «гадоль», «гадаль», «вырос». «Таасе лах», «сделай себе», «аль арба канфот», «касудха». На четырех буквально «крыльях», иногда переводят это «воскрылки». «Ксутха», «касуд» – это покрытие, покрывало. Здесь, в первую очередь, одежда. «Ашер те хасеба», «которой покрываешься ты, которую ты надеваешь». Это не покрывало, это, в первую очередь, одежда насильная. Во времена, когда ткань была очень дорога, ее не краили. Использовали материал, как он выходит с ткацкого станка, прямоугольная. То есть одежда имела вид примерно как вот талит, который евреи надевают на молитву шахарит. То есть это четырехугольная одежда. И вот сказано, что на краях этой одежды должны быть гдилим. Интересно, что именно вот это место является макором, основанием заповедей цицит. Вот они, цицит, вот привязаны к углу, к прямоугольному углу, да, если одежда имеет вот так четыре угла. Хотя упомянуты они уже под другим названием, под их названием цицит, где в третьей части шма. Так, гдилим разобрали. Арба канфот, четыре края. Вот это выражение используется еще где? Кто-то вспомнит? Меарба канфот аарец леарцейну. Собери нас с четырех краев, буквально с четырех крыл земли в нашу страну. Так мы говорим в молитве. Так, канав это, в общем-то, крыло. Интересно, что слово это женского рода, хотя канав кнафаин, да, или мы не видим, не видим признаков женского рода. То есть не обязательно он будет ее ненавидеть, но, по крайней мере, разлюбит. Весамла алилот дворим. И положит ей буквально алилот. Как это лучше перевести? Давайте посмотрим, что было. Поклеб. Так, минутку. Канафа, баканфот. Алила это навед поклеб. Навед поклеб. Клевета оговорна. Совершенно верно. Выражение алилат дам это кровавый навед. Так вот, он будет о ней говорить такие вещи. И буквально вынесет на нее имя дурное. Шемра – это значит не просто говорить плохие вещи. А мы сейчас увидим, о чем тут речь. И скажет. Слово «бетула» означает девица, девственница. Соответственно, признаков того, что она не была в связи с другим мужчиной. И возьмет отец этой девицы. И они вынесут признаки того, что девица эта была девушкой до свадьбы. Эль-Зик-Ней-Га-Ир – старейшинам города. Га-Ша-Ара к вратам. Врата имеются в виду место, где заседает религиозный суд. Обычно это было около ворот города. Там было что-то на подобии площади, куда сходился весь народ. В частности, обмениваются информацией. В доинтернетную эпоху. Сейчас все сидят по домам. «Ве-Амар-Ави-Ана-Ра-И», скажет отец девицы, «Эль-Газ-Ки-Ним» старцам, «Эт-Би-Ти-На-Та-Ти-Ла-И-Ша-Зе, дочь мою, дал я человеку этому Ла-И-Ша в жены, ва-Ис-На-Эга, и возненавидел он ее». Корень здесь «Син-Нун-Алев» – ненавидеть. «Ве-Ген-Эй-Гу-Сам-Ал-И-Лот-Двар-Им». И вот он возлагает калевиту слов Ла-И-Мор, говоря, «Ла-Ма-Ца-Ти-Ла-Ви-Т-Ха-Бе-Ту-Лим». «Не нашел я признаков девства у дочери твоей». «Ве-Э-Ле-Бе-Ту-Лей-Би-Вити». А вот они, соответствующие признаки. «У фар-Су» – в современном иврите вместо «син» пишется «сам-эх», но они взаимозаменяются. «И развернет буквально га-симу-ла одежды». «Ли-Ф-Нэй-Зик-Нэй-Га-Ир» – пред старейшинами города. «Ве-Лак-Ху-Зик-Нэй-Га-Ир-Га-Ги». «И возьмут старейшина города этого Эт-Га-Иш» – человека. «Ва-Ис-Ру-О-То» и его что-то, что сделают? «За-Прут», да. То есть, как это в современном есть, задержали и есть, буквально посадили. «Ве-А-Н-Шу-О-То» и накажут его. Здесь указан штраф в 100 серебряников. Это достаточно большая сумма. «Ве-Нат-Ну-Лэ-А-Ви-А-Нара» и отдадут отцу этой девицы. «Ки-О-Ци-Шем-Ра», потому что дурное имя он ей сделал. «Аль-Бетулат-Исраэль» – на непорочную деву израильскую. «Ве-Ло-Ти-Е-Ла-Иша» – и ему будет она женою. «Ло-Ю-Халь-Лэ-Шал-Ха» – и не сможет он ее буквально выгнать. То есть не сможет сам инициировать развод только в том случае, если она этого захочет, «Коль я мав все не его». То есть она становится мужиной, покуда она сама не расхочет. «Ве-Им-Э-М-Э-Т-ГА-Я» – но если же правда была гадава разэ, дело это ло-Нимцы у Ветуллим Лэ-Нара не нашлись признаки непорочности у барышни этой. «Ве-О-Ци-Ю-Эт-Ана-Ара-Эль-Петах-Бейт-Ави-Ха» – и выведут эту девицу к вратам Петах-Бейт-Ави-Ха. «Дома отца ее» – «О-С-Кал-Лу-Ха» – и забросают ее камнями ан-Шей-И-Ра. «Жители, люди города ее» – «Ба-Аван-Им-Ба-Ван-Им» – и слово «Сакаль» – это тоже означает побиение камнями. «Ски-Ла» – название одной из казней Бейт-Дин. Должен успокоить вас, есть очень большие ограничения в использовании этого закона. Сейчас речь не идет об использовании этого закона. «Ва-Мета-И умрет она, ки-Аста-Невала» – «Невала» – «Невала» – «Невала» – «Подлость», «Мерзость» – «Дабы Исраэль» в еврейском народе «лизнот» – «Гулящая женщина» – «Падшая женщина». То есть она вела себя таким образом. «Бейт-Авига» – «Опозорив дом отца ее» – «Уве-Ар-Тагара» – «Микир-Бе-А» – «И истребишь ты дурное из среды своей». Вот такой интересный закон. «Ки-И-Ма-Цэ-Иш» – «Если будет найден мужчина» – «Шохев» – слово «Шохев» означает «лежать», «ложиться в постель». В частности, да, когда мужчина ложится с женщиной с определенной целью. Но не всегда глагол означает «это». Откуда мы знаем самое частое использование этого корня? Кто мне скажет? Это первое благословение «Шмай-Исраэль». Да, первое отрывок «Шмай-Исраэль», а во втором тоже есть «Ув-Шох-Бехат» – «Ув-Кумеха». Совершенно верно. «Ложась и вставая» имеется в виду, когда ты ложишься спать и когда ты просыпаешься. Либо по другому мнению рассматриваются эти мнения. Вмешне опять же «Брахот» – «Ложась и вставая» означает «все время, пока людям свойственно спать» и в то время, когда людям свойственно бодрствовать. Вот «Шох-Эф» – «Им-Исраэль» с женщиной «Бе-Улад-Ба-Аль». Слово «Ба-Аль» означает «и хозяин, и муж», но в данном случае имеется в виду «женщина замужняя», у которой уже есть «Ба-Аль» – «хозяин». «У-Мэту-Гамш-Нэй-Гэм» и «Умрут» также «Оба-Ани» – «А-Иш». «А-Шох-Эф» и «Ма-Иша» – «Мужчина, лежавший с женщиной» – «Ва-Иша» и «Женщина». «У-Ви-Ар-Та-Арамы-Исраэль» и «Устранишь ты зло» из еврейского народа. «Кав-Гимел» – «Ки-И-Е на-Ара-Бе-Ту-Ла» – «Ве-Ту-Ла» – «Если будет девушка незамужняя», соответственно, закону недавно рассмотренному, подходящий, чтобы стать женой – «Ме-О-Ра-Са». Вот это слово, родственное слово «Иру-Син», слово это несколько аромизировано, то есть «Ин» – это как «Им», это имеется в виду обручение. «Если будет она обручена» – «Ла-Иш», то есть будет она невестой человека. Сейчас чуть поподробнее я немножко позже расскажу. «Ум-Ца-А» – «Иш-Ба-Ир» – «И найдет ее человек в городе», подчеркиваю, что именно в городе, «Вэ-Шахав-И-Ма» – «И возляжет с ней». Значит, в настоящее время церемония свадьбы Купы включает в себя и посвящение Иру-Син, и, собственно, и помолвку, и, собственно, посвящение Кедушин, посвящение этой женщины, этому мужчине. Но в древние, в прошлые времена, значит, период между этими двумя событиями составлял обычно полгода. То есть полгода было известно, что такая-то является невестой такого-то, и с момента обручения уже другой не мог на нее постигнуть. А если это произойдет, то есть речь идет не о замужней женщине, но уже о связанной некими обязательствами, да? Что же произойдет? «Вогоцейтем» – «Эт шнэйгем» – «И выведите обоих шнэйгем» – «Абоих их» – «Эль-Шарга-Ир-Аги» – «К вратам города этого». – Вопрос. «Тем» – «И побейте их камнями». Я сейчас дочитаю посылку. «Обахих» – «Бааваним камнями» – «Вамэту» – «И умрут» – «Эт ганара» – «И девица» – «Аль-двар-ашэр ло цаака» – «По такому делу, что она не кричала «Баир» в городе» – «Вээта-иш» – «И человек, мужчина» – «Аль-двар-ашэр-ина» – «По делу, что он буквально насиловал». «То есть применял силу, угрозы». «Эт эшет-ре-эху» – «Тут она названа уже «эшет-ре-эху»» – «Женой». то есть это почти практически адекватно, да, и устранишь зло из среды твоей, да, пожалуйста, вопрос. Знаете, что, напомни, плиз, вот то, что в современном иврите говорят, Бухура говорит, и тараски, да, это не совсем правильно, это не совсем правильно, потому что, по сути, ирусин считается с момента, вот я даже не помню, когда это, ну, практически под купой. Хорошо, тогда я просто сейчас через еще фразу скажу, что в данном случае это имеет прямое отношение к нам. Когда жених или будущий жених, да, он вручает кольцо, вот такая церемония, да? Да, 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 это уже кедушин посвящение, да. А, да, почему я спрашиваю, потому что как бы Балашона, а, все равно это как бы говорят Бетену и Тарса, наша дочка, вот она и Тарса. Мы, на самом деле, у нас произошло такое вот разностное событие, у нас, как бы, наша дочка и Тарса, да, и вот мы когда объявили... Спасибо, да, принимается, очень здорово, да, классно, мы просто счастливы до седьмого неба. Но когда мы действительно хотели, как бы, объявить, но, наверное, она написала, и мы написали, как бы, и Тарса, но народ более-менее понимает, то есть купы не было, а вот это и Тарса. А как бы, как по-русски написать, ну, как бы, помолвка, это вообще рука не поднимается. Значит, окольцевание тоже, как бы, не очень понятно, понимаешь, но, как бы, а как это назвать, непонятно. Ну, мне кажется, слово помолвка все-таки не настолько скомпрометировано христианство. Да, помолвка все-таки это, да? А, обручение, да, вот, я написал обручение, как бы. Обручение, да, наверное, это лучшее. Просто надо понимать, что с логической точки зрения, да, это не считается обручением именно в связи с вот этим законом. Потому что, не дай бог, произойдет какая-то неприятность, и, по-русски, в общем-то, она должна привести к еще большим неприятностям. То есть, в общем, это такое некоторое заимствование, на самом деле, да, более-менее современных времен, да, то, что связано с кольцом. То есть, это кольцо, которое, как бы, предваряет то кольцо, которое должно быть во время, как бы, хупы, хупы, которые действительно соединяют себе и первое, и второе. Чтобы не путались эти вещи, да, в сознании людей. Иногда, вот как в плане обручения, то есть, вот ты считаешься моей невестой, дают подарок ценный, но не напоминающий кольцо. Например, золотые часики или цепочку на шее. Кольцо, в общем-то, тоже пойдет. Но просто надо иметь в виду, что это не то кольцо, которым, собственно, Кедушин будет произведен, то есть, так, посвящение, а то еще впереди. Ну, добрый час в любом случае. Да, классно. Вот что произойдет, если не дай бог, такое случилось, да, читая Кавгей. Обратите внимание, что дважды указано в предыдущем абзаце, что дело происходило в городе, и девица не кричала. Может быть, она таки и… Нет, 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 очевидно, что она не кричала, да, потому что иначе люди обратили бы на это внимание. Вот это вот может быть относится к следующему случаю. Читаем посылку Кавгей. А если же он нашел ее в поле, саде, это поле, это обученную девицу. То есть, подчеркивается, опять же, что это произошло не по взаимному согласию. То есть, мы не наказываем эту девицу. А девица, не делай действия, не делай чего-либо, да. Нет, на девице греха, мавит, смертельного, смертного. Ибо, как встанет человек на ближнего своего, ну, это напоминает нам историю про Кайна Эвеля, да. Ура цахо нефеш, и убьет душу его. Кейна даваразе, так же дело и это. Мы не знаем точно, кричала ли она. Даже если она не кричала, все равно вина здесь возлагается на насильника. И даст мужчина. Мужчина, возлегравший с нею, ле ави ганаара, отцу девицы, хамишим кассев, 50 серебряников. Ве ло тигие ала иша, и ему будет женою. Она тахат ашер эйна, вследствие того, из-за того, что он ее принуждал. Ло ухаль шалха не сможет отправить ее, то есть выгнать ее, коль ямав все дни его. Мы с вами закончили параграф 22. И параграф 23 давайте начнем. Нет возражений? Если нет вопросов, то Натан, крути дальше. Сейчас я вернусь. Так, мы видим с вами, что в этой неделе, в этом параграфе объединены законы несколько разнородные, хотя что-то общее в них и есть. А теперь следующий параграф, Кавгимел 23. Ло и ках иш, и эшет авив. Не возьмет человек жены отца его. Что имеется в виду? В частности, и мачеху, например, после смерти отца, хотя, в общем-то, родственной кровной связи между ними нет. Ло и гале кэнаф авив. И буквально не откроет, не раскроет, что такое кэнаф. Мы с вами только что встречали это слово. В значении крыло, воскрылье, угол. Здесь имеется в виду пола, пола одежды. То есть, образно говоря, не оголит. Ло яво пацуа. Пацуа – это буквально не войдет, не войдет, что такое пацуа. Словарь показывает раненый. Но мы сейчас увидим с вами контекст. Дака. И дальше. Укрут сафха. Перевод здесь такой человек, который в результате, неважно чего, у которого вторичные половые признаки мужчины повреждены, да, либо, либо отсечены. Карут от слова карет, то есть как отсечение духовное, так и отсечение, увы, физическое, да. Бигхаль ашем. В общество Божие. Что это значит, если, не дай бог, еврей родился с дефектом, либо в результате какой-то, допустим, аварии получил этот дефект, он уже еврей. Имеется в виду, что не может принять иудаизм человек с таким дефектом. Вот таков закон. А как он применим, я, честно говоря, в практике не знаю. Так? Дальше. Да, гибел. Ло-яво мамзер. Не войдет мамзер. Сейчас объясню, что это такое. Бигхал ашем. В общество Божие. Гам-дор ас-ири ло-яво. И даже десятое поколение не войдет. Ло ему бигхал ашем. В общество Всевышнего. Здесь речь идет вот в этих нескольких суках о том, что не каждому человеку должно делать гиор. Как замечательно сказали пионеры в знаменитом мультике про Чебурашку, пионеры принимают самых лучших. Имеется в виду, что гиор – это очень ответственный шаг. И кроме, естественно, моральной подготовки, да, есть еще интересные вот такие условия. Сейчас мы, если успеем, увидим еще несколько из них. Так? Хотя, конечно же, вина человека в том, что у него есть какая-то проблема, да, в частности, вот как мы прочитали в предыдущем, по сути, никакой вины, конечно же, нет. Нет. Речь идет вот о чем. Человек, имеющий определенные дефекты, да, и тот, кто является мамзером. Так? Здесь речь идет о том, что он не сможет сделать гиор. Что такое мамзер? Это перевод этого слова незаконнорожденный, но имеется в виду конкретно внебрачный ребенок. То есть сын женщины не от мужа женщины, которая была замужем или считалась замужем в тот момент, но родила от другого мужчины. Если он, если он уже еврей, то есть эта женщина, к тому же еще и была еврейкой, да, то этот статус, как мы видим, да, прикрепляется к нему и к его потомству, да, и этот статус практически неистребим. То, что говорится здесь в Дор Асири, имеется в виду вообще навсегда, потому что никто не будет считать десять поколений, да. В отношении египтянина мы увидим, если мы успеем, что речь идет о трех поколениях, да. Что я забегу вперед, потому что я не уверен, что мы успеем прочитать. Значит, что значит не войдет такой-то человек в общество Господня до третьего поколения. Это говорится, например, про египтянина, да. Если египтянин захочет сделать ги-юр, он может сделать ги-юр, но он не может жениться, взять в жены, да, еврейку, но может взять в жены тоже обращенную, да. Что касается мамзера, он может взять замуж, он может жениться только на мамзерке. Есть еще один вариант. На рабыне, так. И мне рассказывали, что много лет назад к любавическому рабу последнему обратился человек, еврей. Он сказал, вот так получилось, что мать родила меня вне брака, и я мамзер. Где же я найду себе невесту? И рэбе сказал ему, ты можешь купить себе рабыню, где он может ее купить, в Южноафриканской республике, да, жениться на ней, а потом освободить ее от рабства. И таким образом у него родились симпатичные, так, многочисленные детишки, да, которые уже не имеют статус мамзера. То есть вот эта цепочка была прервана вот таким путем. Не знаю, не знаю, очевидно, логический статус этот есть, да. И, ну, по крайней мере, вот такой прецедент имеется. Но, насколько я понимаю, рабство с тех пор уже было официально отменено, в том числе и в ЮАР. Еще раз, речь идет о двух вещах. Если человек собирается пройти ГИОР, может ли он пройти ГИОР? И, пройдя, может ли он взять в жены еврейку, урожденную еврейку? И второе, если человек уже еврей, но есть определенная проблема с его происхождением или, там, скажем, с его здоровьем, да, то, что с этим делать. Давайте еще один пасук. И на сегодня, наверное, это все, что мы успеем. Так. Пасук ГИ. Аль-двар-ашер-ло-кидму-этхэм. Так. Ба-а-а-а. Нет, 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 не то. Извините, извините. Далят, конечно, далят. Но его амони у муавенева идет буквально амонитянин и муавитянин. Интересная история произошла с интерпретацией этого закона в дни руд муавитянки. По принятому пониманию речь идет о мужчинах, да, бекалешем в общество Всевышнего, то есть есть народы, которым нельзя делать гейор. Оговорюсь, в настоящее время это не актуально, потому что Санхирив перемешал все народы. Даже десятое поколение не войдет к вам, извините, у них бекалешем в общество Всевышнего. Ад-олам, ад-олам, это означает навсегда. Аль-двар, потому что локи дму этхем не встретили вас белехем увамаим, хлебом и водой, бадерых в дороге бецайтхем ми Мицраим по выходе вашим из Египта. Ва-шэр Сахар, и потому что нанял Аллейха на тебя. Эт бил ам бен Беор, бил ама сына Беора. Ми петор Арам из Птора Арамейского. Извините, Арам Нагараим из Птора в Арам Нагараиме. Ле каллеха, чтобы проклясть тебя. Да, интересно. Да, действительно интересно. Есть мнение, что итальянцы, поскольку они живут там, и в общем-то они потомки, потомки буквально Эдома, да, есть относительно них какие-то сомнения. Но, насколько я понимаю, Аллаха не такова. То есть, если приходит человек к рабу города Милана по фамилии Лазар и говорит, я итальянец, но я хочу пройти июр, я думаю, что препятствий ему не будет. Ну вот, на этой радостной ноте мы заканчиваем. Вот, словарь, он продолжается и дальше. Можно почитать и попробовать переводить. Всем большое спасибо. Вопросы, пожелания, задания к следующему разу. Значит, год назад в голове КИИ того мы проходили интересную тему. Можете посмотреть в архиве и освежить ваше знание. Там много интересных терминов. Да, что именно запрещено. Что, если вы выскажете свои пожелания, какой из параграфов недельной головы следующей вы хотели бы рассмотреть, я приму к сведению. Если же нет, я выберу на свое усмотрение. Ну, практика показывает, что один параграф мы успеваем пройти, два параграфа уже не успеваем. Сейчас параграфы коротенькие, я думаю, что, может быть, мы успеем чуть больше, и мы действительно дополнили еще несколько фраз из параграфа следующего, 33-го. Так, спасибо, 23-го, извините, спасибо за внимание. Всего вам наилучшего, значит, пожелания с наступающим Новым годом, да, и чтобы шува нас не миновала. Это относится ко всем, и к евреям, и к неевреям, потому что совершенству предела нет. Спасибо. Счастливого. Окей. Хотел напомнить для тех, кто, может быть, еще не знает, с помощью замечательного доктора Ленинса, который, слава богу, вернулся в наши ряды, мы делаем, мы, то есть я с ним, делаем викторины-тесты по недельным разделам. И у нас был некоторый пар, зазор, поскольку доктор Ленинс был в больнице, были всякие неприятности, сейчас, слава богу, все вернулось обратно и хорошо, и мы догнали, и мы идем в ногу со временем. Вот у нас Китово стоит последний на сайте, пожалуйста, идите на бритвалам.ру, идите на викторины, и там вполне отвечаете на вопросы, то есть все. Там вообще сделано хорошо, если я могу так сказать. Почему? Потому что там, кроме самих вопросов, да, и баллов оценок, человек понимает, правильно ответил или нет. Там еще есть одна вещь, это подсказка для того, кто сделал неправильно. Он отсылается на место, где есть все комментарии, он может прочитать. Более того, там еще есть звуковой файл, где это читается. Звуковой файл для тех, кто, кстати, правильно ответил, как бы, бонус, как у нас называется. Если мне дано добавить, я скажу, что много викторин сделали в свое время Левин и Карпова. Вот, погуглите, некоторые из них сделаны с хорошим юмором, вот, и по всяким уровням, по еврейским и по околоеврейским вопросам, там есть очень много интересного. Пока. Желаю всего наилучшего, счастливо. То, всем счастливо, пока. До свидания. Счастливо. Пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok